This conference will now be recorded. В сфере моих интересов автоматизация и внедрение в систему управленческого учета, финансового анализа и бюджетирования на предприятиях. Пока я сейчас буду вести семинар, рассказывать, вы можете не только, вернее, не только можно, но и нужно задавать свой вопрос. У нас с вами для этого в качестве общения есть чат, поэтому, пожалуйста, свои вопросы задавайте, они всячески приветствуются. Ну а так как мы будем говорить с вами, у нас день открытых дверей по специальности, специалист по управленческому учету в центре специалист, то буквально пару слов о самом учебном центре. Наш учебный центр уже 30 лет, нам в ноябре, 9 ноября будет уже 30 лет, как мы учим людей. За это время нами выпущено более миллиона выпускников, которые получили наше удостоверение и успешно они сейчас трудятся. В нашей базе имеется на данный момент более 35 тысяч корпоративных клиентов, которые доверяют нам обучение своих сотрудников. Ну и в нашем активе несколько учебных комплексов, в общем массе дают 60 учебных классов, в которых обучение может идти параллельно. Ну и преподавательский состав, один из самых сильных в России, это 250 преподавателей-экспертов. Ну и курсов уже более тысячи, думаю, многие из вас либо учились, либо вам только предстоит обучаться в нашем центре. Сегодня мы говорим о такой дипломной программе, как специалист по управленческому учету. Коллеги, я сейчас вот такую ссылку, посмотрите, пожалуйста, отправлю вам в чат, ну либо же посмотрите, вот эта презентация, она по окончании нашего семинара появится в ваших личных кабинетах на странице группы. Соответственно, и вы можете по QR-коду перейти на страницу дипломной программы, либо можете это сделать прямо сейчас. Перейти по QR-коду на страницу дипломной программы, чтобы посмотреть, какие курсы входят, для чего это нужно. Ну а я расскажу вообще о ценности данной специальности, для чего вообще нужно изучать управленческий учет. Дело в том, что главной задачей абсолютно любой компании, независимо от направленности деятельности, отраслевой принадлежности, от масштаба бизнеса, является грамотное управление финансами. Потому что если у компании не будет денег, то даже самые эффективные производительные идеи окажутся без финансирования, у компании есть риски оказаться банкротом. Поэтому специалисты, которые заняты разработкой финансовой стратегии, умеют управлять финансовыми активами, инвестициями, денежными потоками, анализировать финансовую деятельность, конечно же, они регулярно востребованы на рынке. Причем востребованы как, еще раз повторюсь, как в крупном, так и в среднем бизнесе. При этом, коллеги, не обязательно должность, если вы сейчас находитесь в поиске работы, не обязательно должность будет называться специалист по управленческому учету. То специальности по факту могут называться по-разному. Это и сотрудник финансовой службы, финансист может звучать, может сотрудник как раз-таки планово-экономического отдела, требуется специалист планово-экономический отдел, специально дают эти поисковые слова, которые позволят вам на средствах электронной информации по поиску работы правильно отыскать эту специальность. Это и специалист по управленческому учету в составе бухгалтерии. На многих компаниях появились подразделения контролинга, внутреннего аудита. Все это об управленческом учете. Для начала давайте разберемся, а вообще чем занимается специалист по управленческому учету. Коллеги, я буду давать классическую модель функции, которая предусмотрена профессиональными стандартами и буду идти снизу вверх, то есть от линейного специалиста к старшему, к ведущему, ну и посредственно руководителю отдела по управленческому учету. Самая первая задача, которую должен освоить и к своим компетенциям добавить будущий специалист по управленческому учету, это он должен уметь собирать и группировать всю учетную информацию для принятия управленческих решений. И на экране вы сейчас видите список, это и доходы, и затраты, и калькулирование себестоимости, и составление бюджетов, планфактного анализа и так далее. Это базовая, обратите внимание, уровень квалификации 5, это базовая компетенция специалиста по управленческому учету. Далее, уже с опытом работы данный специалист начинает готовить, анализировать информацию для принятия управленческих решений, как на операционном, так и тактическом уровне управления. Вот здесь как раз-таки мониторинг всех показателей безубыточности, эффективности, причем эффективность отдельно взятого продукта, товара, товарной группы, подразделения, цеха, может быть, филиала, процесса, это может быть что угодно. Это анализ деятельности различных бизнес-сегментов, опять же, это подразделения, цеха, направления. Это информация для формирования ассортиментной политики, ценовой политики, это весь внутренний контроль в системе управленческого отчета и, собственно говоря, вся отчетность управленческая, внутрифирменная, как для руководителей подразделений, руководителей высшего и среднего звена. Когда мы говорим уже о росте по карьерной лестнице, уже о таком статусе, как ведущий сотрудник, то здесь уже у нас уровень квалификации 7, необходимо, чтобы этот сотрудник обязательно умел обеспечивать информационную поддержку развития стратегии. Что это означает? То есть здесь уже посмотрите у нас какой большой перечень, это и формирование учетной политики, этим занимается, конечно же, не линейный специалист, а ведущий специалист, фактически заместитель начальника отдела, это и стратегические бюджеты, и это и консолидация различных отчетных форм, полученных на предыдущем уровне от наших специалистов, это и эффективность инвестиционных проектов, и оценка возможных рисков. Ну и если мы говорим уже о должности начальник отдела, руководитель структурного подразделения, который отвечает об управленческом учете, это у нас уже квалификация 8, фактически это уровень директора, да, замдиректора по финансам, по планированию, тут зависимость от организации по-разному называется, это уже, посмотрите, проектирование систем учета, автоматизация, система контроллинга и так далее. Когда мы с вами говорим о программе, а мы сегодня говорим именно о программе, о дипломной программе специалист по управленческому учету, то в центре специалист, она имеет ряд преимуществ. Первое. Учебный план составлен с учетом современных требований работодателей, потому что центр специалист, как вы видели у нас, мы сотрудничаем более чем с 30 тысячами работодателей, и они регулярно отправляют нам запрос на те или иные специальности, мы редактируем требования и стараемся своих выпускников именно обучить к тому, что им пригодится в реальной жизни. Второй момент. С одной стороны, мы идем следом за работодателем, регулярно отслеживая те тенденции, которые наблюдаются в той или иной специальности. Второй момент. Все программы одновременно при этом соответствуют не только требованиям работодателей, но и требованиям профессиональных стандартов, которые Минтруда Российской Федерации предъявляют к данной специальности. Поэтому, если вам нужно пройти сертификацию, сдачу экзаменов, то после нашей дипломной программы вы успешно готовы будете это делать. И в соответствии с законодательством данная программа должна быть более 260 часов. В нашем случае это 272 академических часа у нас уходит на полностью на дипломную программу. Ну и из этих трех пунктов мы можем делать с вами вывод, что мы даем не теоретические навыки, с которыми вы будете потом не знать, что делать, а даем действительно те практические навыки, с которыми берут на работу. Прохождение наших курсов позволит вам успешно пройти собеседование, выполнить тесты, решить задачки, которые от вас могут потребоваться. И очень часто в курсе, на курсах, когда преподаю, говорю, коллеги, обратите внимание, вот есть теоретический момент, вот мы применили практику, при этом на собеседовании вопросы, как правило, звучат следующим образом. И мы решаем те задачки, которые потребуются вам не только в практической деятельности работы на предприятии, но и успешно пройти собеседование. При этом преимуществом центра специалист и этой программы дипломной в частности является то, что вы можете сами выбрать формат обучения. Те, кто у нас уже учился, коллеги, а я рада видеть среди наших слушателей, уже студентов, которые учились у нас в центре, ну и в частности у меня на курсах обучались, на другой направленности. Посмотрите, мы практикуем как очное обучение, это стандартное обучение, когда вы приходите в аудитории, работаете под контролем преподавателя. Если вы проживаете далеко или вы как раз-таки сейчас, как вы видите, периодически вводятся локдауны, ограничения на перемещение, мы не отменяем расписание, мы работаем в соответствии с расписанием и тогда занятия могут проходить в режиме вебинара. И либо иногда слушатели, чтобы сэкономить время на дороге, либо же слушатели, живущие в регионах, они подключаются по вебинару и удаленно в режиме онлайн видят и преподаватели, и доску преподавателя слышат, видят, имеют возможность выполнять также практические работы и работать синхронно с нами. Еще один формат обучения, который применяется в дипломной программе, это очно-заочное обучение. В этом случае вам предоставляются материалы для самостоятельного обучения и при этом есть очные сессии, на которых разбираются практикумы, проводится проверка выполненных домашних заданий и преподаватель отвечает на те вопросы, которые возникли. Ну и есть еще, как вы знаете, у нас формат открытое обучение, когда, да, вы самостоятельно в своем ритме, темпе изучаете материалы по видеозаписи, а преподаватель при этом осуществляет кураторство над вами, то есть отслеживает темп обучения, проверяет ваши практикумы и, опять же, отвечает на вопросы. Ну и в завершении, чтобы перейти непосредственно к дипломной программе, хотела бы отметить, что в зависимости от уровня вашей подготовки, то ли вы уже работаете по специальности, то ли вы хотите пройти переквалификацию, ранее не занимались управленческим учетом, соответственно, в зависимости от уровня подготовки можно сформировать программу индивидуально, дополнив ее другими курсами, которые требуются для предварительной подготовки. Ну и, соответственно, подобрать расписание в зависимости от вашего уровня занятости. У нас есть и группы выходного дня, и вечерние группы, и праздничные дни мы работаем, ну, например, у нас самая большая группа 2 января, сейчас вот праздничные дни, на майские праздники. Есть люди, которые в отрыве от работы, к сожалению, работодатели не поддерживают их желание обучаться, либо нет по другим причинам возможности. Все праздничные дни мы работаем для вас. Ну, а теперь о дипломной программе. Если мы с вами разобрались по навыкам, что должен знать и уметь специалист по управленческому учету, то давайте посмотрим, что войдет в нашу дипломную программу специалист по управленческому учету, которая рассчитана на 272 часа, как я сказала, академических часа. Продолжительность программы по нашей практике занимает от 6 месяцев, ну, а далее в зависимости, какой темп вы выбрали, то ли вы ходите по выходным, то ли вы готовы заниматься 2 раза в неделю, раз в неделю делаете ли вы перерыв между курсами, у нас есть слушатели, которые прошли курс, потом делают перерыв месяц-два, потом следующий. Есть слушатели, которым нужно срочно освоить новую профессию, и они тогда в более высоком темпе проходят обучение. Но в среднем занимает это порядка 6 месяцев. Так как все практические инструменты, такие как подготовка бизнес-плана, бюджетирование, бюджетный контроль, анализ финансового состояния, инвестиционный анализ, у нас проводится при помощи инструментария Microsoft Excel, то для начала мы слушателям обеспечиваем эту подготовку. То есть они знакомятся с Microsoft Excel 2019, уровень 2 – это расширенные возможности, ну и, соответственно, уровень 3 – анализ, визуализация данных. Далее следует курс подготовка и защита бизнес-плана, основа управленческого учета и бюджетирования, организация бюджетного контроля, анализ финансового состояния предприятия, управленческий анализ и аудит, основа инвестиционного анализа, ну и после прохождения всех этих курсов у нас итоговая аттестация. То есть фактически, посмотрите, вот такие многофакторные направления, которые мы осваиваем, которые потребуются вам в вашей будущей деятельности. Как я уже сказала, формат обучений, занятий самый разный. Это подбирается индивидуально в зависимости от слушателя. Это может, если вы сейчас в отпуске или как раз-таки меняете работу, вам нужно интенсивно пройти переквалификацию, это до пяти занятий в неделю. Вы можете заниматься полный день, то есть 8 академических часов, то есть 4 пары или всего 2. И, конечно же, мы осваиваем, как совместные работы, решаем задачки, так и индивидуальные. При этом, коллеги, обратите внимание, на курсах, я стараюсь сейчас побыстрее рассказать, чтобы перейти к практической части нашего занятия, ради которого многие из вас пришли, посмотрите, на курсах, что очень ценно в зависимости, вот в отличие от обучения, может быть, в других учебных центрах, в УЗИ, слушатели получают в том числе файлы, шаблоны, которые они могут использовать в своей реальной трудовой деятельности. И эти шаблоны, так как мы, еще раз повторюсь, на предыдущем слайде говорила, работаем при помощи Microsoft Excel, то все эти шаблоны находятся непосредственно в Excel, мы совместно со слушателями заполняем, и они далее могут, еще раз повторюсь, внося изменения, использовать их в реальной жизни. Давайте посмотрим, какие практические работы, какие кейсы выполняются слушателями в рамках программы, дипломной программы специалист по управленческому учету. В свое портфолио по итогам данной, прохождения данной программы, мы можем добавить, первое, бюджет предприятия Microsoft Excel. Вот именно эту модель мы сегодня посмотрим, она заявлена программой дня открытых дверей сегодняшнего. Это автоматизация бюджетного контроля при помощи Microsoft Excel. Этот шаблон мы, если вот бюджет предприятия мы делаем на курсе основы управленческого учета и бюджетирования, автоматизацию бюджетного контроля мы выполняем на курсе организации бюджетного контроля при помощи Microsoft Excel. На курсе анализ финансового состояния мы формируем, опять же, модель финансового анализа предприятия, слушатели уходят с шаблоном с готовыми заполненными файлами. Ну и как следует догадаться из названия, подготовка и защита бизнес-плана, там мы получаем, опять же, модель бизнес-плана предприятия в Excel. И курс основы инвестиционного анализа, там мы получаем шаблон решения задачек, так или иначе, связанных с расчетом инвестиционных коэффициентов, инвестиционной оценкой. Как я уже сказала, сегодня у нас заявлена финансовая модель и финансовая модель для управления предприятием. Коллеги, я сейчас покажу выдержку реального шаблона, с которым мы работаем со слушателями, и покажу важность использования данной модели, финансовой модели для управления предприятием, для работы с его ассортиментом, для того, чтобы оптимизировать затраты, повысить доходы и так далее. Еще раз обращу внимание, это выдержка из практической работы, это не полная практическая работа, а выдержка. Итак, посмотрите, пожалуйста, на курсе со слушателями, на курсе основы управленческого учета и бюджетирования мы готовим бюджет предприятия. Ну вот вы сейчас пайл бюджет видите, и он состоит, он многостраничный, я оставила только те листы, которые сейчас нам потребуются, чтобы я показала работу, вы действительно увидели работу финансовой модели. Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот файл Excel сейчас у всех видим, экран мой. Не получилось так, что у вас презентация осталась? Ага, все видно, замечательно. Так вот, посмотрите, пожалуйста, подготовив, но вот я сейчас оставила только бюджет продаж, у меня при этом, вот сейчас покажу у коллеги, видите, тут множество скрытых листиков, что это такое, на основе бюджета продаж, мы готовим, мы планируем деятельность, мы готовим все... Коллеги, вопрос был у кого-то, микрофон был включен? Не расслышала. Нет, значит, ошибочно кто-то. Так вот, посмотрите, коллеги, мы на основе подготовленного плана продаж готовим, а какие для этого потребуются, ну, готовится производственная программа, сейчас, например, покажу, видите, то есть формула, которая требуется для расчета производственных показателей, она связана с бюджетом продаж по условию задачи. Мы производим именно то, что планируем продать. Готовится на основе этого бюджет производства, переменные рассчитываются, постоянные расходы, накладные расходы, управленческие расходы, прочие, то есть все рассчитывается на основе предположения, что предприятие вот продаст такой объем, ну, вот в данном случае предприятие занимается производством сувенирной продукции, тут у нас малое предприятие Ритм, и всего 163 тысячи изделий, это в штуках, обратите, пожалуйста, план продаж формируется. И после того, как слушателями сформированы все операционные бюджеты, создаются так называемые отчетные формы, сводные формы, такие как ПДР, то есть бюджет доходов и расходов, рассчитывается, консолидируется, и обратите внимание, не одна цифра, я сейчас вам покажу, здесь не введена вручную, то есть посмотрите, ссылка на бюджет продаж, ссылка на специальный бюджет, где рассчитана себестоимость, единица продукции, рассчитаны запасы, рассчитана отгрузка, управленческие расходы берутся с бюджета управленческих расходов, коммерческие расходы оттуда же, но они в одном бюджете фигурируют, то есть каждая цифра, это ссылка на определенный бюджет, то есть фактически происходит консолидация. Аналогичным образом формируется БДДС, бюджет движения денежных средств, опять же цифры, посмотрите, они не вводятся вручную, это везде, везде, везде ссылки, вот сейчас показываю, то есть каждая ячейка, это ссылка на определенный операционный бюджет. И по заключению проведенной работы формируется прогнозный баланс предприятия на основе вот ранее подготовленных данных. На что хочу обратить внимание, что нам это дает? Ну, казалось бы, да, бюджет подготовили и что? Далее, после того, как мы бюджет подготовили, мы со слушателями, опять же, цифры, говорю, это не цифры, набитые руками, цифры все рассчитаны, исходя из тех исходных данных, которые мы получили, проводится анализ. И в частности, да, мы провели со слушателями, сейчас хотела бы вам показать, провели анализ эффективности деятельности компании в разрезе видов продукции. Ведь посмотрите, если обратить внимание на БДР, бюджет доходов и расходов, которые сформировали мы на основе операционных бюджетов, то может показаться, что мы имеем высокорентабельное предприятие. Но согласитесь, вот здесь за 13 месяцев работы получено 13 миллионов прибыли при выручке 41 миллион 300. То есть мы видим предприятия, которые по чистой прибыли имеют рентабельность 32%. Это высокорентабельный бизнес. Ну или если говорить о общей рентабельности, то фактически на вложенные деньги акционеры получили, на каждый вложенный рубль получили 2 рубля 21 копейку. То есть это колоссальная, кажется, рентабельность, эффективность и о чем можно только мечтать. А если учесть, что отчетные формы, например, такие, как баланс, говорит, обратите внимание на строку денежные средства, что если на начало у нас имеется всего 141 тысяча, то завершает период бюджетирования предприятия фактически 11 миллионов наличных. То, конечно же, встает вопрос, а зачем мы на этих деньгах сидим? Мы же можем масштабировать бизнес, увеличить объем производства, либо инвестировать эти деньги куда-либо. И когда мы видим вот такой высокорентабельный бизнес, великое искушение масштабировать бизнес фактически по подобию, то есть полностью копировать вот эти маленькие бизнесы, создавая филиалы, подразделения, ну либо производя наращение мощностей. Но так ли это на самом деле? Как только мы начинаем анализировать по направлениям, а здесь у компании всего 5 направлений деятельности, 5 видов продукции, мы видим, что на самом деле эффективность разная. И есть, например, календари для компании являются высокорентабельной продукцией, там футболки вот рентабельные, а такая позиция, как магниты, незаметная в общей массе, казалось бы, она убыточна при таком объеме. Да, если мы говорим о маржинальной рентабельности, то есть если нужно принять решение о доп.заказе, она приносит нам деньги ниже, чем остальные виды продукции. Но если говорить об этом объеме, она откровенно убыточна. Что нам это дает? Коллеги, для чего нам эта финансовая модель нужна? Вот давайте перейдем к балансу, так как все итоговые цифры зафиксированы здесь. Посмотрите, что я сделаю. Вот сейчас мы видим полный прогнозный баланс. И я сейчас зафиксирую те итоги, которые есть у предприятия. Ну вот просто скопировав значение, как числа. Смотрите, для чего я это сделала? Потому что, видите, здесь я получаю эти 11 миллион, ну, любую цифру по формуле, а здесь вот я сейчас скопировала цифры, потому что я с моделью сейчас буду играть. Так вот, посмотрите, мы говорим, что да, мы подготовили бюджет данного проекта, бюджет деятельности, исходя из исходных данных, и говорим, да, все хорошо. Бизнес рентабелен, проект рентабелен, у нас будут деньги, у нас будут расти наши все показатели к концу периода. Если вначале мы начинаем, откровенно, с отрицательных чисел у компании убыток, то к концу периода бюджетирования она выходит на колоссальные для малого бизнеса показатели. Мы говорим, да, все хорошо. Но любой собственник задаст вам вопрос, а есть ли возможность при тех же самых исходных данных топиться наилучших показателей. И мы с вами сейчас видим, что есть два наименования продукции, которые имеют наибольшую рентабельность. Ну вот я сейчас таким желтеньким сделаю. Почему я выделяю сразу два? Ну, так как я знаю это условие, календарей у этой компании сезонная продукция, а футболки – это та продукция, которая пользуется стабильным спросом. Поэтому я не могу сделать акцент только на сезонной продукции, иначе получится, что 8 месяцев в году мы просиживаем, 5 месяцев в году. И что будет, если мы будем работать же, работать столько же, но свои мощности перепрофилируем? Посмотрите, вот у меня план продаж. Обращаю еще раз внимание, план продаж в штуках. Я оставляю календари в том объеме, в котором есть. При этом у меня есть еще одна позиция, магниты, которые, как мы с вами выяснили, убыточные. Я магниты, которые, видите, по 5 тысяч ежемесячно на протяжении 5 месяцев продаются, обнуляю. То есть фактически я из своей модели их, говорю, нам нерентабельно их производить. И эти высвободившиеся мощности перебрасываю сезонные на календари. Ну и сейчас поправлю, чтобы везде прибавить 5 тысяч. Мы сейчас проверим с вами контрольное число. Помните, у нас было 163 тысячи. Я с соблюдением всех параметров сезонности 5 тысяч перебросила на данный вид продукции. Видите, те же самые 163. Магниты обнулила, а перебросила мощности на календари. Далее стабильная продукция у меня всего 9,5 тысяч разделяется между тремя видами продукции. Как мы с вами выяснили, наиболее рентабельно из них футболки. Я все 9500 направлю на футболки, а от производства кружек и кепок откажусь. Обратите внимание, мы получили те же самые 163 тысячи изделий. Почему это важно? А потому что объем работы не изменился. Наше производство будет работать столько же. А там, коллеги, есть такой нюанс, что для производственного процесса все виды продукции идентичны. То есть занимают одинаковое время на изготовление, одинаковые трудозатраты, машинозатраты, энергозатраты. То есть продукция идентична. Так вот, посмотрите, мы не стали работать больше. Мы работаем ровно столько же. Как изменятся наши результаты? А для этого я перейду в баланс. И как я говорила, у нас вот здесь финансовая модель. Мои формулы пересчитались. И посмотрите, денег у нас будет. Помните, я столбец создала, дубликат. Так, было. Было. А вот у меня стало при смене финансовой модели. Стало. Так вот, было денег. 10 900, стало денег. 21 192. Не потому, что мы стали больше работать, а потому, что мы фактически грамотно с планированием ассортимента. Прибыль, посмотрите, накопленная. Было 13 миллионов, и казалось, вау, как много. А мы можем при тех же трудозатратах и вообще объемах работы заработать прибыли 24,5 миллиона. На 12 миллионов больше. Фактически в 1,9 раз больше. Не работая больше, еще раз подчеркиваю. Работая грамотнее. Ну и, собственно говоря, валюта баланса, то есть всего актива, всего имущества у предприятия будет не 14,8 миллионов, а 26,7. При том же объеме работы. Я сейчас вот этот вариант тоже скопирую и вставлю как в числах, так и в формате. Стало вариант 1. Сделаю вот таким образом. А теперь давайте представим, если мы этот бюджет не подготовили, финансовую модель не подготовили, а только сосредоточились на своих ощущениях, то посмотрите, ведь мы видели, что да, мы подготовили бюджет, 163 тысячи изделий, и компания работает высокоэффективно. Ведь согласитесь, велика вероятность, есть риск, что давайте представим ситуацию, когда приходит нам специалист по продажам и говорит, вау, я годовой контракт сделал, я продал 163 тысячи магнитов. И мы говорим, да, здорово, у нас рентабельный бизнес, для нас-то продукция идентично с вами, и бюджет это показывает. Давайте представим, что мы продаем только магниты. И я сейчас, коллеги, сделаю так, 163 тысячи магнитов у нас, ну, чтобы мы их продаем ежемесячно, а от остальных позиций я сейчас откажусь. То есть, посмотрите, мы производим те же 163 тысячи, то есть мы работаем столько же. Коллеги, вот это важно для понимания. Не меньше, не больше, а выполняем тот же объем работ, тот же объем закупок сырья, там, потребление электроэнергии, те же у нас коммунальные платежи, зарплата та же самая. И, посмотрите на наш баланс, мы получили 2,5 миллиона убытка при тех же самых исходных данных. И у нас, ну, такого быть не может, на данном случае наша модель показывает, у нас дефицит 3 миллиона. То есть мы должны где-то их взять в кредит, то есть мы ушли в убытки при тех же самых затратах. Понятно, что, конечно, коллеги, маловероятно, что мы будем производить только магниты, но вот изменения в ассортиментном ряду, посмотрите, как влияют. При одном и том же объеме предприятие получает от 2,5 миллионов убытка до 24,5 миллионов прибыли. Как говорится, ощутите разницу разброса и только наличие финансовой модели, грамотно составленной финансовой модели позволяет нам это увидеть и тут же спрогнозировать, ответить на вопрос нашего собственника, генерального директора, начальника производства, в зависимости от того, как называется эта должность, ответить на вопрос, а что будет, если? Аналогичные вопросы могут касаться всего другого. А что, если мы повысим наши постоянные расходы? Вот мы хотим офисные расходы увеличить, там, ну, просят сотрудники увеличить зарплату, а может быть, переехать в новый офис. Мы тут же готовы зайти в этот операционный бюджет, поменять исходные данные, и мы тут же получим новые данные в нашем ПДРе, в бюджете доходов и расходов, в нашем балансе, в ПДДСе, ну, собственно говоря, во всех наших формах. Почему? Потому что у нас в Excel, в Microsoft Excel, сейчас выстроена финансовая модель. На мой взгляд, это ценный инструмент, и еще раз повторюсь, вот этот инструмент наши студенты получают на курсе основы управленческого учета бюджетирования. А я, в свою очередь, вернусь к презентации и покажу, что аналогичные файлы, но предназначенные для решения других задач, мы и проводим автоматизацию, и теперь, пожалуйста, вы вводите платеж, у вас автоматически формируется платежный календарь, проводится планфактный анализ, производится регистрация заявки на платеж, и Excel сам пишет, насколько одобрено, неодобрено, входит это в бюджет, в бюджет заложена эта статья или нет, в каком объеме, какие будут отклонения, если мы этот платеж примем. Ну и, собственно говоря, по другим практическим формам вы перечень видите. Коллеги, ну а теперь я готова ответить на ваши вопросы, прошу их активно задавать, а пока вы пишете, я хотела бы показать несколько слайдов, которые будут входить в презентацию, в выложенную презентацию. Посмотрите, пожалуйста, та дипломная программа, на которой выполняются все эти практически работы, эта дипломная программа, еще раз напомню, называется специалист по управленческому учету. На сегодняшний день стоимость программы составляет полной программы, это 8 курсов, 118 390 рублей. Сейчас вы на экране видите QR-код, по которому можно перейти на страницу программы. Ранее я отправляла прямую ссылку, у нас есть слушатели, которые только подключились. Я сейчас тогда еще раз продублирую, не хочет, не делать. Ладно, тогда чуточку подождем. И, соответственно, ближайшие старт-группы именно по дипломной программе у нас произойдет 19 ноября. И, коллеги, для тех, Наталья, я вижу ваш вопрос, сейчас отвечу, для тех, кто сейчас присутствует, обратите внимание, подготовлен нашей администрации вот такой подарок. Те, кто сегодня у нас прошел регистрацию на данный семинар, при применении промокода финанс 2021 слитно. Обратите внимание, давайте я напишу сейчас в нашем чате полностью. Соответственно, если вы регистрируетесь на данную программу в течение трех дней после вебинара, то есть завтра, послезавтра, ну, еще у нас три дня, то вот по этому промокоду можно получить, соответственно, скидку ровно 10 тысяч рублей. Ну, а теперь, коллеги, я готова ответить на вопросы. В частности, Наталья спрашивает, что рассматривается в инвестиционном анализе предприятия. Наталья, давайте, я специально подготовилась к ответу на данные вопросы полностью по всей дипломной программе и основы инвестиционного анализа, а в дипломную программу специалистов по управленческому учету входят именно курс основы 16 академических часов. Здесь полностью модуль сочетания принципов финансовой математики. Это как раз-таки и расчет коэффициента дисконтирования и наоборот расчет суммы дисконтированной либо наращенной, то есть работа с деньгами во времени, вперед, назад. Опять же, если потоки происходят там в середине года, в конце года, то есть все эти особенности моделирования ставки, дисконтирования, расчет показателей эффективности инвестиций, это как раз-таки те самые NPV, DPP, то есть все вот эти коэффициенты, которые ROI, которые могут вам потребоваться, рост, то есть это все рассматривается. Логика расчета экономического эффекта, инвестиционных положений, ну и, собственно говоря, методика обеспечения инвестиционной деятельности. Это курс основы инвестиционного анализа. При этом, коллеги, если вас, Наталья, интересует именно инвестиционный анализ, хочу обратить внимание, там трек из трех курсов. Потом есть следующий курс, это инвестиционный анализ для профессионалов, и третий курс в данном направлении, это оценка бизнеса. Ну, а мы с вами, коллеги, сегодня говорим о дипломной программе специалист по управленческому учету. Коллеги, еще вопросы. Пожалуйста, пишите, задавайте голосом. Пока вы пишете, посмотрите, в программу, в презентацию, которую выложу, добавила отдельно ссылки, чтобы у вас были QR-коды для перехода. Обратите внимание, у нас есть бесплатный курс «Успешный поиск работы». 15 ноября будет. Мы помогаем своим выпускникам, правильно, как раз-таки, Ольга Юрьевна, потрясающий специалист, подготовить корректный режим и подготовиться к ответам на вопросы работодателя. У нас есть непосредственно консультации по трудоустройству, поскольку наши корпоративные заказчики зачастую отправляют именно нам запросы, доверяют нам подготовить им будущих работников, сотрудников. И, соответственно, есть дни карьеры, ну, в частности, которые проходят, у нас достаточно часто тоже есть QR-код на подключение. И в презентацию включила коды на там, где располагаются вакансии от наших партнеров, на нашем сайте. Яна пишет, «Если пройти эту дипломную программу, есть ли смысл проходить еще семья, узнаю ли я что-то новое?» Да. Яна, давайте мы с вами не путать те курсы, которые у нас для СИМы, ну, там у нас, как вы видели, три части, то они заточены на то, чтобы подготовить вас к экзамену. То есть там экзаменационные вопросы, чтобы вы пошли на международную сертификацию и удачно сдали. Там задания звучат именно в формулировке международных экзаменов. То есть, понимаете, освоить математику и сдать ЕГЭ – это разные вещи. Так вот, Яна, ваш вопрос из этой серии. Дипломная программа. Мы готовим сотрудника, который будет работать на предприятии, который будет владеть функционалом. Международные курсы по подготовке к сдаче СИМа, они готовят вас именно к сдаче экзамена. Вы знакомитесь к экзаменационными вопросами, как отвечать, как выбирать, как корректно решить именно экзаменационные задачи. Да, Яна пишет. Поняла. Спасибо. Коллеги, какие есть еще вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. А я, давайте, у нас слушатели подключились, скопирую еще раз. Вот эту ссылку на дипломную программу, то есть ту самую дипломную программу, о которой я сейчас рассказывала. Коллеги, косвенный ПДДС рассматривается? Нет, Наталья, на курсе основы управленческого учета бюджетирования мы формируем, мы формируем ПДДС прямым методом, а вот анализ ПДДС сформировано, ну, собственно говоря, ОДДС сформировано косвенным методом, мы рассматриваем на инвестиционном анализе. Так, есть ли последовательность, Яна спрашивает, которой мы должны пройти программу курса? Сейчас покажу, коллеги, давайте вернемся к перечню курсов. Так, 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 перечень курсов, вот у меня 8 курсов, которые входят в программу. Посмотрите, Excel, он должен предшествовать, потому что все основные, все остальные курсы, они будут делаться, как вы видите, мы модели делаем именно Microsoft Excel, поэтому они должны предшествовать. Остальные курсы могут идти на ваше усмотрение, за исключением вот этих двух. Почему? Потому что на основах управленческого учета бюджетирования мы завершаем готовым бюджетом, то есть как раз таки вот этой финансовой моделью, а на следующем курсе, организация бюджетного контроля, мы продолжаем работу с этим примером, то есть фактически мы говорим, вот мы утвердили в прошлом году бюджет, а сейчас у нас начались наши серые будни, к нам приходят сотрудники, как с заявками на оплату, и нам нужно в соответствии с этим бюджетом организовать предварительный контроль, текущий контроль, сформировать платежный календарь, проводить планфактный анализ, поэтому вот эти два курса Excel должны предшествовать всем, а вот курс основ управленческого учета бюджетирования должен предшествовать организации бюджетного контроля. Остальные могут идти в произвольном порядке, вы после Excel 3 можете пойти на управленческий аудит, можете на инвестиционный анализ, на финансовое состояние, на бизнес-план, то есть тут на ваше усмотрение. Хорошо, Яна. А вот у нас Татьяна, рада вас видеть. Вы-то уже все проходили, у нас есть слушатели, которые уже проходили программу, которая участвует... А, Татьяна Клипенко отключилась, только что видела, заходила. Коллеги, какие есть еще вопросы, что вам подсказать? Все, что касается дипломной программы, так как веду... Ух ты, все курсы веду, хотела сказать, фактически большинство курсов. Нет, все курсы из этой программы ведут, то могу подсказать, что на каком курсе, что нужно, какие компетенции оттачиваются, какие шаблоны. Ну что ж, коллеги, тогда посмотрите, в презентации, которые сейчас отправлены на страницу группы, у вас будут как раз-таки вот программы курсов, чтобы вы могли посмотреть всех курсов. Сейчас об этом рассказывать не буду. И будут в том числе, посмотрите, вот такие QR-коды, которые пригодятся нашим слушателям дипломных программ, которые дают право на дальнейшие скидки. Ну и, собственно говоря, ссылки на подключение к нашим сообществам, все те полезные, которые могут вам потребоваться. А я на этом тогда с вами прощаюсь. Благодарю, что нашли время подключиться и буду рада видеть каждого из вас на наших как дипломных программах. И, коллеги, вы знаете, наверное, не сделала акцент. Не только можно слушать дипломную программу, то есть в полном объеме, но и можно каждый из этих курсов приобрести отдельно, если вы говорите, вот это я уже знаю и умею, а вот мне не хватает только вот этого. Ну, тогда будет вопрос в документе, который вы получаете. После дипломной программы мы с вами получаем диплом о профессиональной переподготовке, поэтому она называется дипломная программа. После прохождения каждого из курсов у вас удостоверение о повышении квалификации. Вот теперь точно все. Все рассказала. Благодарю. И до встречи на занятиях в центре специалист-коллеги.